Документы, которые сейчас появились, настолько системны и доказательны, что никаких сомнений они не вызываются. Они входят в полное согласие также с прорыванием господина Трухана, а вот его все рейсы за границей. Кстати, хотите пошутить? Сколько в одесской прессе расписывают о том, где я нахожусь? То я в Израиле нахожусь, то в Германии, то и так далее. Так вот, если запросить официальное пересечение мной границы Украины, то за годы, за долгие годы никогда не наберется и четверти того пересечения, которое есть в Трухана. А вот пересечение границы. Это все пересечение границы. Видите? Пересечение государственной границы. Продолжать? Значит, мало того. Значит, в Северо-посаде господин Труханов, товарищ Мурянский Волк, я чуть не оговорился, да, получает российский паспорт после того, что ему исполнилось в 11-м году. Ну, исполнилось ему 45 лет и в 11-м году меняет паспорт. Значит, вот в самом начале здесь написано 22-го марта 11-го года он вылетает в Москву, 24-го получает паспорт. Все его данные есть там и все подписи есть. И 25-го возвращается в Одессу, если он из Москвы. То же самое в других случаях. То есть, на самом деле, заверка этих данных проводилась очень сильно. Кто должен, какой орган должен сейчас принять меры? Должен ли он будет сняться выбором? Государство Украины. Для того и существует государственная власть, для того и существует ДПУ, СБУ, МВД, администрация президента. Для того, чтобы охранять и хранить, и делать все возможное, чтобы сохранить независимость и безопасность государства. У нас и так допущены крупные ошибки, которые уже привели к потере многого в стране. И мы должны вести беспощадную войну с внедренными в систему государственной власти преступниками и представителями страны-агрессии. Это надо каленым железом выжить во всех этих структурах представителей России. Они не могут там находиться. У нас министр обороны страны был назначен человек, который там за несколько лет до этого был гражданином России. И, естественно, оставался в служении. Это должна сделать государственная власть. Это в интересах безопасности страны. Это даже не в интересах. Это основа безопасности страны.